Впервые Елена Зуймач заметила эти грибы в Сарове прошлым летом и сразу забила тревогу. В городе растут ядовитые грибы. В народе их называют сатанинскими. В МЧС ей тогда посоветовали собрать их и выбросить в мусорный контейнер. В этом году боровики пурпурно-розовые вновь появились на газонах. Их легко спутать со съедобными, они очень похожи на белые. И в этом их главная опасность. В семействе боровиков есть и несъедобные виды. Он очень похож на съедобный по форме. Но цвет у него, то есть такая шляпка, как у белого, ножка. Даже некоторые белые грибы с таким оттенком встречаются. Но здесь оттенок очень сильный, желтоватый, коричневатый. Шляпка, ножка с красной такой каймой и утолщение, самый главный фактор тут, утолщение на конце ножки, то есть снизу. Вот. И очень неприятный запах. Это один из представителей ядовитых боровиков. И с ним надо быть очень осторожным, так как в нем содержатся опасные соединения. Конечно, не в таком количестве, как в мухоморе или поганке, но в достаточном, чтобы нанести вред здоровью человека. Прочитав про свойства этого гриба в интернете, Елена позвонила в Центр гигиены и эпидемиологии, чтобы сотрудники предприняли какие-то меры. Но специалиста, который бы смог определить, что эти грибы ядовитые, в штате организации нет. Они сказали, что три основных правила. Ни в коем случае не собирать в черте города и на промообъектах ни грибов, ни ягод, ничего. Это первое. В лесу собирать только то, в чем вы уверены на 100%, что вы знаете. И третье – это следите за детьми. Именно за детей и беспокоится Елена, так как грибы могут их привлечь своей яркой окраской. Да и то, что грибы растут прямо на газонах, тоже удивительный факт и может привлечь любопытных малышей. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Продолжение следует.